Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Настоящая трагедия для пчеловодов. В регионе погибли уже более двух тысяч пчелосемей. И снова лужи по колено, когда Барнаул после дождя перестанет быть похожим на Венецию. Все ограничения полностью сняты. Прощай, ковид, или снова здравствуй. Итак, массовая гибель пчел зафиксирована уже в семи районах края. В общей сложности погибли две тысячи пчелосемей. Причина – ядохимикаты, которыми фермеры обрабатывают поля, пояснили в региональном союзе пчеловодов. Также и люди потом повально пачками просто умирают, как вот эти насекомые после таких обработок, которые проводят на полях. Это видео снято жительницей Петропавловского района. В начале июля Елена и ее семья лишились всей пасеки. По словам женщины, к массовой гибели пчел привела очередная обработка рапсовых полей. Причем, как утверждает Елена, о конкретных датах обработки известно не было. Ситуация с мором пчел повторилась и в других районах края – Ребрихинском, Косихинском, Бийском, Завьяловском и Усть-Калманском. Я боюсь уже брать телефон, поскольку он уже вот именно… Ну, люди плачут. Представляете, людей – это единственный доход. Они надеялись, они все. И теперь полностью потеряли все свое хозяйство. Мед теперь надо тоже проверять, насколько есть ли в нем пестициды. И теперь у нас предстоят большие судебные дела с фермерами. Сергей Тастан также отметил, что повальной гибели пчел способствовало и то, что на зимней сессии краевого парламента отменили обязательную работу специального приложения, где фермеры сообщали даты обработки полей. Теперь электронное приложение, призванное спасать, пчел носит рекомендательный характер. Мы готовим специальный репортаж на эту тему. Смотрите в итоговом выпуске новостей. Между тем, на Барнаула обрушились ливни. Дожди второй день топят улицы города. Ливневки не справляются. Автомобилисты преодолевают некоторые участки дорог, утопая в воде. Пешеходы вынуждены идти по лужам. Картина из года в год повторяется и уже перестала удивлять жителей краевой столицы. Неужели проблему так и нельзя решить? Она расшагировала ответ. У природы, хотя и нет плохой погоды, но с последствиями ливней барнаульцам живется не сладко. Пешеходы с трудом переходят зебру, машины плывут. Правда, есть и те, кому такая погода по душе. В один из дождливых дней в Барнауле кто-то устроил большую стирку прямо на дороге. Станы полоска от труса. А вот пострадать сегодня с утра пришлось тем, кто живет не в центре. По традиции затопило улицу Попова, Павловский тракт, некоторые участки на проспекте строителей. Я в большой дождь не попала, но я приехала на общественном транспорте. В центре еще терпимо. Я дошла спокойно на работу. Мы ехали, вот столько воды было на Попова, не доезжая от Павловского тракта. От Семенова мы ехали, там мужчины загоняли нападами, помогали. Очевидно, дождевые канализации с таким объемом воды не справляются. К слову, в мэрии сообщают, что город снабжен ливневками только на треть. Да и те были построены более полувека назад. Говорят, над решением проблемы думают, причем не только чиновники. Пропускная способность, я думаю, не соответствует осадкам и тому подобное. Что еще может быть необходимо эту ливневую канализацию прочищать периодически. То есть она заиливается от мусора. Болевые точки у нас это Попова-Павловский тракт. В этом году мы планируем выполнить мероприятие. Уже подана заявка на проведение аукциона, значит, по прочистке этого проблемного участка. К слову, именно индустриальный район острее всего нуждается в ливневках. Земля, что естественным образом раньше впитывала влагу, осталась под асфальтом и новостройками. Поэтому теперь основное строительство дождевых канализаций сосредоточено в этом районе. О реконструкции ливневок в центре, увеличении их диаметра и тем самым избавлении горожан от луж, пока заверили нас в мэрии, речь и вовсе не идет. А впереди еще несколько дней июльских ливней. По крайней мере, так говорят синоптики. Стабильно солнечная погода станет лишь к выходным. Поэтому пока что придется запастись терпением и ходить под зонтом. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим выпуск. Начиная с 2030 года в Алтайском крае должны утилизировать не меньше 600 тысяч тонн коммунальных отходов ежегодно. Об этом на дискуссионном клубе «Точка зрения», который организует Сибирская медиагруппа, заявила заместитель природных ресурсов и экологии края Лариса Казанцева. Но когда в регионе появится современная инфраструктура? Что мешает ее развитию? И почему сегодня потенциальные инвесторы, казалось бы, готовы возводить мусоросортировочные комплексы, не могут построить бизнес на отходах? Расскажет Елена Макаренко. Власть, бизнес, общественность собрались в одном месте, чтобы решить злободневный вопрос. Почему в крае нет переработки мусора и как это исправить? Завялые темпы мусорной реформы наш регион отнесли к числу аутсайдеров в России. Полигоны практически заполнены, мощности по переработке отходов так и не построены. Но чиновники парируют, рабочая группа создана, схема обращения с ТКО корректируется, инвесторы ищутся. Мы проводили встречу и с региональным оператором в Барнауцкой зоне, он выразил заинтересованность выступить инвестором в строительстве объекта в Барнауцкой зоне. Проводилась встреча с компанией А-групп. К 2030 году в крае планируют построить пять мусоросортировочных комплексов с общей мощностью переработки 600 тысяч тонн отходов в год. Первый объект должен появиться в Алейской зоне, после в самой сложной Барнаульской. Сейчас чиновники подбирают участки под их размещение и говорят, что это большая проблема. Мало того, что место должно отвечать массе требований, эпидемиологических, экологических по санитарным зонам, так еще и устроить местных жителей. А настроение у них исключительно протестное. Я лично когда услышал эту историю, значит, что планируется сортировочные заводы построить. Я на самом деле обрадовался. Ну, наконец-то будет построен, значит, ну, какой-то небольшой, значит, сортировочный завод, там, может быть, на два-три района. Но когда я слышал про 300 тысяч тонн, которые будут возиться в Павловск, действительно, вот, совершенно мнение поменялось с точностью наоборот. Ну, подход людей тоже, да? Значит, мы все хотим жить в чистом месте. Нам сюда мусор возить не надо. Поэтому вы от нас его отодвиньте. Вот к тем. Они тут в том районе живут. Они нехорошие. Но это нормальная история, да? К соседу, пожалуйста. Ко мне не надо. Ну, сосед тоже говорит, нет, зачем? Вы обратно туда палашу-то и тащите. Разъяснять людям важность стройки полигонов и заводов, как и поиск участков под них, задача решаемая, считает бизнес. Так, среди действующих участников рынка есть немало потенциальных инвесторов, на участках которых и можно было бы развивать инфраструктуру. Но пока бизнес и власть договориться не могут. Так, из территориальной схемы обращения отходов исключили владельца единственного частного полигона, что находится в Славгородской зоне и что закупил новую мусоросортировочную линию. А также бийского рекоператора, что строят мусоросортировочный комплекс с мощностью переработки 150 тысяч отходов в год. Первый судится с Министерством природы за право быть включенным в схему. Второй пока просто надеется на встречное движение чиновников. Хотелось бы обратиться к вам, все-таки в ближайшее время сесть и действительно нам поделиться своей точкой боли и найти понимание и поддержку со стороны профильных министерств. Мы есть, мы хотим, мы понимаем, у нас есть опыт, у нас есть ресурсы, у нас есть объекты, у нас есть земельные участки, у нас есть проекты. И самое главное, у нас есть знания этой области, поскольку работаем мы в этой области уже более 10 лет. Мы понимаем всю полноту ответственности, возлагаемую на себя, мы готовы нести. Бизнес подчеркивает, для того, чтобы необходимая инфраструктура в крае появилась, власти и инвесторы должны работать в тесной связке. Иначе мусорная реформа так и не сдвинется с мертвой точки. О других проблемах переработки отходов, что обсудили участники дискуссионного клуба, расскажем в ближайших выпусках. А далее новости с ковидного фронта. Не так давно в России приостановили все ковидные ограничения. Жители Алтайского края уже отвыкли от масочного режима и QR-кодов. Однако специалисты считают, что расслабляться рано. В любой момент вирус может вернуться и внести свои коррективы в привычную жизнь. Какая сейчас обстановка в ковидных госпиталях края? Об этом в репортаже Ирины Корчагиной. Реанимация ковидного госпиталя. Пока все возвращаются к привычной допандемийной жизни, здесь продолжают спасать и терять тяжелых пациентов. Сейчас в красную зону попадают в основном пожилые люди. Симптомы те же. Температура, одышка, першение в горле, потеря обоняния. Только сегодня пациентов значительно меньше. Весной заболеваемость пошла на спад. Сейчас в инфекционном отделении номер один находится всего 9 пациентов. Двое из них реанимации. Если сравнивать с предыдущими годами, то разница колоссальная. Если сравнивать с 2021 годом, то где-то 240-270 человек. Это в этой больнице? В этой больнице. Меньше народу, соответственно. Больше уделяем внимание тем пациентам, которые сейчас лежат. Видите, сама иду, дышу. Все сама. До этого наносил, как не шли. Врачи признаются, что особо тяжело морально и физически было в 2020 году. Сейчас уже есть понимание, как бороться с вирусом. Сегодня в свет вышло уже 15-е издание с методическими рекомендациями по лечению ковида. Что касается штаммов, если в феврале пациенты еще поступали с дельтой, то сейчас врачам приходится иметь дело с омикроном. Этот штамм уже более щадящий для легочной ткани. Пациенты, находящиеся в отделении для лечения новой коронавирусной инфекции, они находятся там в основном по сопутствующей патологии. То есть мы лечим в том числе острый инфаркт миокарда, острый период ишемического инсульта у пациентов, грубо говоря, с положительными мазками. То есть тяжесть их состояния сейчас не обусловлена новой коронавирусной инфекции. Только 50% из этих пациентов, они имеют инфильтрацию в легочной ткани, то есть пневмонию. Специалисты считают, что во многом смертность от ковида упала благодаря вакцинации. Всего в Алтайском крае привилось почти полтора миллиона человек. Вот только с уходом QR-кодов жители региона стали колоться реже. Раньше в этой больнице ежедневно вакцинировали около 400 человек. Сейчас в разы меньше. Кстати, по словам медиков, на серьезное осложнение после укола пока еще никто не жаловался. Люди, которые не вакцинированы, они чаще инфицировались и в том числе было очень много осложнений. 75% поражения людьми по данной компьютерной томографии это были те люди, которые не вакцинированы. И как показала практика уже стационарная, то есть люди и молодого возраста тоже подвержены таким грозным осложнениям, как дыхательная недостаточность и пневмония. Вторая или даже третья ревакцинация. Третья ревакцинация. Я после этого не болел, жив, здоров. Я с людьми общаюсь часто на различных уровнях. Нахожусь постоянно в социуме, в полном объеме. Ну вот сейчас подошло время, когда необходимо делать следующую вакцинацию. Не хотелось бы сглазить, но сейчас в регионе наступил период эпид-благополучия. Это подтверждают и в Роспотребнадзоре. Если у нас за прошлую неделю, текущего года было зарегистрировано 348 случаев всего за неделю, то за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1300. И все меры, которые были прописаны, ну это в основном масочный режим, массовые мероприятия, они не отменены, они приостановлены на период эпид-благополучия. А значит, уже осенью мы можем расчехлить маски и массово уйти на больничный. Такой исход не исключают и медики, которые уже больше двух лет борются за жизни ковидных пациентов. Наша работа обычная, она не изменилась ничего. То есть нас как не видели дома, так и не видят, что это был ковид, что это был не ковид. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. К слову, Всероссийский рок-фестиваль «Ветер Сибири» под Бийском перенесли на 2023 год, при том, что масштабное мероприятие должно было впервые пройти на Алтае в августе. В нашем распоряжении оказалось письмо правительства края директору фестиваля. В нем власти ссылаются на управление Роспотребнадзора, которое не рекомендует проводить мероприятие. Объясняют это тем, что в августе-сентябре сезонно растет заболеваемость инфекциями. Однако странно, что внимание на это обратили лишь сейчас, хотя дата фестиваля известна давно. Любопытно, что в пятницу Роспотребнадзор России отменил все противоковидные ограничения во всей стране, среди них в том числе и ограничения при проведении массовых мероприятий. Как это соотносится с причиной отмены фестиваля, не совсем понятно. Мечты сбываются, теперь это точно знает староста села Майорка Чижижского района Александр Сидоров. Благодаря проекту российского спутникового оператора в отдаленном селе появился интернет, а Александр стал героем второго сезона сериала «Меняем жизнь людей». Каждая серия фильма рассказывает, как меняется к лучшему жизнь людей в российской глубинке благодаря спутниковому интернету. На презентации второго сезона побывала наша съемочная группа. Год назад алтайским журналистам презентовали новые проекты и предложили путем голосования выбрать из трех местных претендентов того, кому установят спутниковый интернет. Победу одержал староста из глубинки в Чижижском районе Александр Сидоров. Всего год назад из современных технологий жителям села были доступны несколько номеров домашних телефонов и таксофон. Ни сотовой связи, ни интернета никогда не было. Сегодня мы привезли в Барнаул документальный фильм о позитивных изменениях жителей Майорки, для того, чтобы другие жители Алтайского края смогли посмотреть, как спутниковый интернет становится эффективным инструментом для решения важных задач. Да много таких деревенских вопросов, в которые люди идут и обращаются. Кто-то интересуется погодой, какая погода там на завтра будет. Кто-то не мог отремонтировать автомобиль, и вот нужно как, чтобы в интернете и через интернет подсказали, как это правильно сделать. Документальный фильм о новой жизни майорцев – продолжение других историй. К примеру, в Кузбассе ученый-геолог, выбрав для жизни отдаленную деревню, организует международные экспедиции по поиску юрских динозавров. Изменилась жизнь и у детского тренера Патхе Квандо из Приморья. С помощью спутникового интернета она преподает боевые искусства. А к нашему герою из Майорки Александру Сидорову теперь не зарастает народная тропа. Светлана Моножкина участвовала в переписи населения. Ей пришлось отправлять какой-то отчет. Она тоже приходила, воспользовалась. Ну и внуки приходят. И тоже интересно, там надо найти. Кому про мышек, кому про попугайчиков, кому там про что-то, кому уроки помочь это выполнить. Мы с Александром Леонидовичем связывались по видеосвязи. Мы с ним общались, и он мне рассказывал, в общем, как у них жизнь изменилась. И, конечно, существенно стало легче. Второй сезон сериала расскажет о жизни пользователей спутникового интернета в республиках Саха, Тува, Северной Осетии, Забайкальском крае и других регионах России. Тех, кто, как и Александр Сидоров, почувствовал на себе, сколько новых возможностей открывает интернет и сколько радости он дарит. Было бы и неплохо, если бы у моих односельщан был бы такой же способ связи. Мир немножко изменился, границы уже расширились. Все-таки хорошая эта штука интернет. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Мы же продолжаем серию сюжетов ко дню семьи, любви и верности. Сегодня в объективе видеокамеры Владимир и Ксения Завьяловы. Он профессиональный футболист, она инженер. Вместе уже 10 лет. Как удалось сохранить любовь и верность, узнавал Дмитрий Дроздов. Футбол в семье – дело привычное. Если Владимир обожает его с детства и сейчас один из лучших игроков в составе местного «Динамо», то его супруга Ксения полюбила игру с мячом пару лет назад. Теперь же практически фанат. Но их семейная история не связана с футболом. Первый раз ребята увиделись в общей компании. В тот момент звезды и сошлись. Сначала даже особо друг на друга внимания не обращали. Но потом что-то произошло и вот так вот сложилось. Начали дружить. И, как говорится, понеслось. Потом попробовали вместе пожили. Потом свадьбу сыграли. И вот в итоге что из этого всего вышло. Свадьба была по всем канонам, но все же отличалась от обычных. Молодожены заехали и на футбольное поле. А как иначе, с ним связана практически вся жизнь Владимира. Мы приехали на поле. Футбольное «Динамо». Одели бутсы. Мои. Ксюши они были большие. Ну, провели фотосессию. Как бы красиво. Но красиво и легко бывает не всегда. Футбольная карьера занесла Владимира в Якутск. И ему пришлось на 4 месяца оставить семью. Молодые часто созванивались, переписывались. Но такая жизнь главу семьи не устроила. И в личном споре, что важнее, семья или карьера, победила семья. Прочувствовал, как тяжело без семьи, без поддержки. То есть созванивались, там, видео, звонки. Но это все не то. И принял решение потом, что лучше буду дома. Как бы, что семья важнее, чем какие-то там заработки, либо еще что-то. Артем маленький был, рос. Я потом приехал. Он где-то месяц не отходил от меня. Даже в садик не ходил. Теперь супруга Ксения вместе с детишками, а в семье их уже двое, не пропускает ни одного матча «Динамо». Такая поддержка для Владимира очень важна. Приходим в футбол играть для болельщиков. А тут еще, когда родные люди приходят, хочется что-то показывать, чтобы про тебя говорили хорошо, чтобы не стыдно было потом домой ехать. Редкие для футболистов выходные тоже стараются проводить вместе. Катаются на велосипедах, ездят на дачу. Не футболом же единым. Владимир еще ни разу не пожалел, что в свое время расставил приоритеты, и семья у него оказалась и продолжает оставаться на первом месте. Семья – это что-то одно, единое, целое, неразрушимое, что может идти вперед, преодолевая любые препятствия. Прежде всего, для меня семья – дети, наверное. То есть хочется им что-то отдавать, радуешься каким-то их достижениям. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Театр танца Иван Дамария привез из Сочи гран-при и сразу два. А это редкость. На международном фестивале Gold Fest Russian наши забрали высшую награду. Кстати, самому маленькому танцовщику было всего 4 года, а делегация коллектива – 130 человек вместе с родителями. Анастасия Наборщикова познакомилась с героями. В этом сезоне танцоры Иван Дамарии забрали 10 гран-при – всероссийских и международных. Два последних привезли вчера из Сочи. И уже тут в танцклассе репетируют. Скоро опять собирать чемоданы во Владивосток. Летом мы не отдыхаем, мы полностью работаем. Коллектив весь у нас занят. То есть у нас будут и Евдокимовские встречи, у нас будет и подготовка к Дня Городу очень большая, серьезная подготовка к океану. То есть дети у нас отдыхать не будут. К слову, родители тоже. В Краснодарский край коллектив ездил всей семьей. Мама и папа уже знают все о карьере танцора. На всех конкурсах, на всех мероприятиях мы поддерживаем наших детей, мы теряем голоса, мы плачем от счастья. И мы на конкурсе, конечно, достойно представили и Алтайский край, и город Барнаул. Ну и хотелось бы сказать, что это было бы невозможно без наших прекрасных, любимых педагогов. В Сочи было три премьеры. Оттого совсем было непросто. Танцоры знали, что приедет Москва – главный конкурент. А еще из Улан-Удэ, Тамбова и Новосибирска – больше 20 коллективов. Кстати, защищать Алтайский край первыми на сцену вышли малыши. Очень много маленьких детей, которые вообще в первый раз на таком большом конкурсе, фестивале. Мы болели, переживали за них. А во вторую неделю мы уже собрались, и надо было защитить честь коллектива, держать уровень, который маленький, в первую неделю задали, да. По итогу из 16 номеров 14 стали лауреатами. И, конечно, два гран-при. Оно и понятно, даже самые маленькие хотели победить. И победили. Анастасия Наборщиков, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не забывайте звонить к нам в редакцию с интересными или проблемными темами. Напомню, телефон 205-545. Но через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компании «Валар». До встречи! Продолжение следует...